В этом году исполняется 70 лет со дня окончания самой страшной и кровопролитной войны в истории нашей страны и в истории всего человечества. В связи с этим памятным событием губернатор области вручил юбилейные медали ветеранам нашего края. Вручение этих медалей именно в Иванове, оно особенно трогательно, потому что вот здесь уже я встречаюсь с людьми, которые работали с моими родителями, которые знали меня с юности, с которым я начинал когда-то работать. Конечно, ни с кем за это все поклон. Но надо помнить, что все-таки победа – это прежде всего их победа, и мы за это искренне им благодарны. Медали были вручены труженикам тыла, участникам боевых действий и жителям блокадного Ленинграда. Многие из них, когда началась война, были еще детьми, однако даже время не смогло стереть из памяти все ужасы тех страшных лет. Татьяна Николаевна Милованова помнит войну так, как будто это было еще вчера. Будучи маленькой девочкой, она оказалась узницей блокадного Ленинграда. В экстремальных условиях детская память сохранила много эпизодов. Блокады. И у всех блокадников есть очень много общего и есть свое, то, что каждый блокадник, да и, наверное, каждый и участник войны, хранит в себе до самого последнего дня. В организации мероприятия приняли участие и волонтеры. Ребята провожали почетных гостей в зал, помогали им сесть поудобнее и угощали вкусным чаем. Такое внимание со стороны совсем молодого поколения оказалось очень приятным для ветеранов. Ведь главное, чтобы память о том подвиге, который совершили наши деды и прадеды, была жива. Хочется, чтобы молодежь больше обращалась к этому времени, больше внимания уделяла вот этим событиям, прочувствовала эти события и знала о них и дорожила тем, что мы имеем сейчас. После вручения медалей для ветеранов выступили ребята из вокальной студии и исполнили песни военных лет. Дети войны в городках, деревеньках, бревенщины. Дети войны в отвоюкали русские женщины. Буду помнить я тысячи дней. Руки в добрых чужих воде. Руки в добрых чужих воде. Полина Понасицкая, Денис Денисов, РТВ, Иваново.